Вот эти материалы мы будем использовать в нашем видео. Итак, мы зашли в Photoshop, создаем новый документ, ширина WIP 800, высота 300, указываем им подпись, например. Нажимаем создать. Файл создался, теперь мы берем наш фон, перетягиваем на наше рабочее пространство. Зажимаем Shift, введем курсор мыши на угол экрана и тянем, чтобы пропорции самой картинки не растягиваются, как попало вот так, а просто тянется, как она есть. Ну вот, тягиваем-то, выбираем, как она будет стоять, пусть так. Далее, для удобства сразу можем растрировать слой, чтобы можно было изменять удобно. Также перетягиваем, раскину, выставляем его куда нам нужно, пусть меня будет стереть, вот тут. Также растрируем слой, сразу забываем текст, то есть забьем в ник. Так, открываем символ, если вас нету на символ, то есть открываем окно и заходим сюда, нажимаем на символ. Ставим галочку и появляется на рабочем пространстве у нас это окно. Так, выбираем слои, зажимаем Ctrl и выбираем два слоя, то есть жмем на эти два слоя. Перетягиваем, так, перезажимаем Ctrl, подводим курсор к букве, тут какой-нибудь выставляем наш текст, как он должен быть, как вы хотите его поставить, потом меняем штрихт, на какой вам нужен. Так, выбираем Ctrl, зажимаем Ctrl и выбираем шрифт. Зажимаем Ctrl и сочетание клавиш Ctrl-T, потом взимаем опять же Shift, растягиваем его, выбираем это вот так. Нажимаем, ну, первый слой, поменяем расположение его, вот так мне будет стоять слой, теперь создадим радиент нашему тексту. Вложение радиента выбираем, заходим в наборы редактирования радиента, то есть жмем на Градиент, выбираем свет, пусть будет нижний цвет. Адвент, более такой мягкий, а верхний более такой уж ядовитый. Адвент, вот, заходим в наборы есть, нажимаете новый и у вас это валяется, то есть сюда. Далее, тоже делаем тем же слой, можно повторить эту операцию так, но можно нажать на первый стол, который мы меняли, скопировать стиль слоя, перенести его в клеить, то есть нажать правую кнопку на второй слой с текстом и в клеить стиль слоя. То есть у нас получится вот такая картина. Дальше мы его выделяем в два слоя через Ctrl, нажимаем Ctrl, плюс G, скопируется они. Выбираем растеревать стиль текст, объединить слои, заходим в 5GCDN, наложение радиента. Убираем вот такие цвета, то есть у меня тут бирюзовый, вот код видите, если хотите, можно скопировать. Ну и чуть, давайте это по той же, зеленый, оттенок зеленого. Так, перетягиваем этот слой ниже текста, чтобы он был под ним, а не над. Вот. Приблизим. Ну вот, получается у нас такой эффект. Такой вот эффект. Как ободки, ну не просто ободки одноцветные, а зарадиента. Пусть будет так, теперь мы заходим в наш файл, тут есть стик какой-нибудь на английском, ну там можно подобрать по стилю, что-то интереснее найти, но я просто нашел стишок. Так, вот есть нас это все дело. Мы меняем размер, мы меняем, там меньше, потому что я хочу сделать. Ну просто, так его порежем, так сказать. Нужно, конечно же, его, извините, растриживать, чтобы он был столовний текст. И можно взять, нажать на, вот третью в списке иконку, правой кнопкой мыши и выбрать на вторую прямую. Прямо линейное лассо. Ну вот, сделаем вот так как-то. Зажимаем CTRL и просто выделяем эту область и тянем в бок. Так самое сделаем вот тут. По тексту он не подлазит, у нас не сильно. Можно поставить его под скин. Так, ну вот, допустим, мы у нас закончили самым техническим слоем, так сказать. Ну вот, мы, в принципе, закончили первую часть. Потом выбираем все наши слои, что мы сделали. Заводействуем, нажимаем CTRL и G, делаем папку. Ну, первым, нажимаем 1. И так дальше. Потом мы выбираем наши эффекты, перетягиваем также их на нашу рабочую поверхность. Расставляем его, да, выбираем эффект экран. Вот мы видим, что у нас получилось только эффект. Делаем прозрачный, ну вот пусть будет 30. В принципе, неплохо. Выбираем наш light. Light это вот, вы сейчас видите, это light верхний. Ну, поставим его там, где у нас закат, чтобы подсветить, так сказать. Выбираем также экран. Потом выбираем ластик. Расстрируем слой или просто жмем на экран. У нас выберет ошибку. Там нажимаем OK, и он расстрируется. Выбираем мягкую кисть. Вот нажимаем правой кнопкой мыши. Выбираем мягкую кисть. Вот видите, края в нее такая мягкая. Ну, полупрозрачные края, это мягкая кисть. И нажимаем нажим в меньшинстве. Можно процентов 10. Ну, как кому нравится. И убираем эти вот края, чтобы они не допили видны. Вот смотрим без эффекта и с эффектом. Ну, более так. Стоит картинка, будет повеселее. Можно для лучшего эффекта еще размыть задний фон. Ну, вот получилась не такая работа. Выбирайте на нее 10-15 минут. В описании есть ссылка на топик ВКонтакте, где вы можете задавать свои вопросы. Также предлагаю темы для уроков, примеры работ, которые вы хотите узнать, как их работают. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новых видео. Поставь лайк, если не понравилось это видео. И, конечно же, напиши в комментариях, что тебе понравилось или не понравилось мне видео. Спасибо. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok